Сколько в среднем тратится энергии при ссорах, просмотре телевизора, нахождении в толпе? И спрашивают, как-то возможно просчитать, сколько тратится энергии при разговоре с ангелом-хранителем в разумном человечестве? Это сильно зависит от того, как это производится, с кем производится. Процесс ченнелинга, общения с ангелом-хранителем, как это называют, он сильно зависит от того, в каком состоянии находится человек, какие у него проблемы. Настоящий ченнелер должен быть магом, потому что во время ченнелинга идет атака на человека, и раньше этим занимались маги, и они эти вопросы единолично решали. Поэтому это много зависит от того, в каком состоянии находится человек, что на нем висит. Посчитать это можно, исходя из ситуации с каждым конкретным человеком. С кем-то очень просто и легко, а с кем-то это большая-большая проблема. Тогда, когда проходят какие-то мероприятия, специально организованные для какого-то количества людей, там организуются среда, а это намного проще, например, наш чистый личный опыт. Когда что-то вы делаете для группы людей, то есть есть возможность организовать что-то вроде опта. Вы знаете, что если вы как предприниматель что-то покупаете оптом какого-то производителя, вы можете платить в несколько раз меньше за товар. И, в общем-то, поставщик продает оптовику товар по той цене, которая ему выгодна. Он, может быть, этот товар продавал бы и в розницу сам, но в розницу он не может. Поэтому, например, тогда, когда это делается для большой группы людей, это намного проще. Что касается вашего состояния, то по тому, сколько вы потратили энергии, потратили сил, можно по вашему самочувствию, в первую очередь, определить. Если у вас самочувствие сильно падает, значит, вы сильно много потратили. Придите домой, сядьте и почувствуйте, что вам хочется влечь уже поспать, вам хочется развлечься, то есть, либо вы просто падаете. Вот и по этим принципам можете понять, насколько вы много потратили. Встаньте просто в зеркало и посмотрите, как вы выглядите после рабочего дня. Если вы выглядите изнеможденным, то вы процентов 90 своего ресурса потратили. Если вы человек мудрый, и вы, например, практикуете йогу или циклон, вы можете прийти домой и восстановиться после того, что вы потеряли в течение дня, вынуждена, используя практику, но это то же самое йоги. Если, может быть, не на 100% восстановитесь, хотя можно и на 100%, в принципе, то в достаточной степени, чтобы процесс разрушения не шел. Поэтому насколько вы можете жить по своему состоянию, по своему внешнему виду, то есть по своей жизненной энергии, которую вы вокруг себя чувствуете. Если вы приходите себе домой, и есть дома кто-то, кто находился в покойной среде, кто погулял в лесу, он со стороны на вас может посмотреть и по своим ощущениям сказать, сколько от вас вернулось домой. Процентов. 10% вернулось, 5% вернулось, либо процентов 90%. Человек, который серьезно практикует любую дисциплину, скажем так, самогармонизации, то есть он умеет самовосстанавливаться. У меня знакомый, он работал моряком, то есть у него был рабочий день, 12 часов. Он говорит, что да, большой рабочий день, устаешь, но если приходишь, практикуешь, то ты, в общем-то, все восстанавливаешь. За то, что за рабочий день потерял, все можно восстановить. То есть, что касается вас лично, то я призываю вас не оценивать, насколько вы разрушились в первую очередь, а думать, как вы можете восстановиться после этого рабочего дня, что можно сделать, чтобы менее разрушаться. Для этого есть и спецсредства. Сейчас, например, сейчас выпускаются разные, скажем так, приборы, которые помогают человеку не так тратить энергию. Там КФС Кольцова, там Гамма-7 приборы. Есть еще некоторое количество, сейчас они на ум не приходят. Приборы, которые защищают человека, например, от подобных воздействий. Люди могут носить талисманы, какие-то натуральные, минеральные вещи. Люди могут после рабочего дня гулять в лесу, как минимум, в каком-то, то есть я имею в виду не в каком-то парке с трех деревьев, например, в лесу, где вас будет восстанавливаться. Слушать гармонизирующую музыку, то есть ни хэви-метал, ни джаз, ни блюз, какую-то гармоническую музыку, там мантры. То есть находить способ естественной технологии восстанавливаться. Скажем так, поверните вектор вашего внимания в эту сторону. А насколько вы разрушились, это, в общем-то, по своему состоянию вы можете решать. Либо один раз ходите после рабочего дня к астросенсу, к магу, и он скажет, «Ну, вы сегодня потеряли столько-то, столько-то». А вообще по собственному самочувствию можно сказать. То есть сравните себя с утра, когда вы стали свеженький, радостный, полной жизнью, и тогда, когда ваш дневной цикл закончился. Субтитры создавал DimaTorzok